Давид Кбаев, чемпион мира. Здравствуйте, Давид. Как вам атмосфера турнира? Атмосфера очень хорошая. Я сам свой детство вспомнил. У меня аж мандраж чуть-чуть сейчас. Сижу здесь и немного какое-то беспокойство, как нас занимает Кбаев. Потому что, особенно в их возрасте, я чуть-чуть где-то побаивался, я чуть-чуть где-то хотел себя проявить, хотел выиграть. И это очень полезно тоже для них, я думаю, таким соревнованиям, потому что здесь какой-то ажиотаж, какой-то кураж. И это очень хороший опыт будет для детей. Вы хотели бы принять участие в таком турнире, тем более на восьми ховрах? Конечно, я такое раньше только по телевизору видел, на восьми ховрах. Я видел в Америке, в Иране, такие турниры бывали. Не думал вообще, что у нас в Манеже такое возможно привести. Есть спортсмены, за которых вы здесь болеете? Может быть, есть какие-то друзья? Ну, здесь много ребят маленьких с того зала, где я тоже вырос, там и знакомые у нас. Ну, мои друзья, мои приятели, это их тренера тоже. И за них болею, за детей, которых даже на лицо знал. Я их вижу на сзади, за всех болею. И вообще считаю, что ты должен достойнейше победить. Тот, кто больше тренируется, тот, кто не боится. И тот, кто больше хочет выиграть, тот и выиграет. Как сейчас у вас проходит подготовка к сезону, к чемпионату России? Ну, вот завтра начинаются сборы у нас. Здесь первый сбор. Вообще будет три сбора. И завтра уже целенаправленно, прямо готовиться усердно начинаем. Сейчас в каком физическом состоянии? Ну, вроде неплохо. Я всегда стараюсь себя в форме, в тонусе держать. Но есть к чему стремиться. Я думаю, за эти два месяца еще можно набрать. И скорость, и силы, и где-то какие-то свои ошибки исправить. Чемпионат России. Здесь в хорошей, в другой форме полетен. Пару слов можете сказать о своих задачах, целях? Ну, цель задачи победить. Другой задачи быть не может, потому что нужно побеждать. Нужно отбираться на другие санвайны, на другие турниры. Моя задача сделать с моей стороны все возможное. И я постараюсь это сделать. Вы являетесь кумиром многих юных борцов. Чего бы вы им пожелали? Я бы, в первую очередь, не пожелал не жалеть себя. Потому что я помню, в детстве был, я себя жалел тоже. Где-то халтурил, сочковал. И пожелаем не жалеть себя. И родители слушаться, и тренеры слушаться. Ну, все, если это они будут, это все будут соблюдать, думаю, все будет у них хорошо. Спасибо. Мы вам желаем удачи в олимпийском сезоне. Спасибо.